Ого! Слушай, а тебе иначе 20? И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Они главные звезды российской пропаганды. Европа с нотациями осуждают иностранцы, лишают импорта, загибая пальцы. Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции. Им можно то, чего нельзя другим. Здесь много, к сожалению, проявлений подобного рода. Они могут позволить многое, в отличие от российского народа, который они каждый день пичкают информационной лажей. И драки, и тюрьма, и сватовство, и перепутанные невесты, а еще вроде корабль в Америку, крушение. По возвращении домой жена, обрученная с другим, каюк. Но с началом полномасштабной агрессии РФ и кремлевские пропагандисты разошлись до так, что и представить страшно. Все нормы, причем любые, общечеловеческие, журналистские, моральные, в этой стране попраны и безвозвратно утеряны. Вообще на британских островах, похоже, заговаривать. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорвали. Достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. А те, кто их создает и делает трендом в современной России, должны сидеть в Гааге на стульчике за спиной своего пляшивого фюрера. Это голословные обвинения. Это просто, не знаю, ну зачем. Ведь ту ненависть, которую сеет Киселев ТВ на всю Россию, описать в двух словах невозможно. А действие этой ужасающей пропаганды на людей необъятной, похоже, достигло апогея. Блок НАТО разрастается, словно раковая опухоль. Разинул пасть на Грузию и уже на Украину. Будет наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами. И хоть сегодня пропагандистское Рост-ТВ забилует разнообразным зверьем, тут постоянно появляются новые звезды. Но старые выезжают за счет опыта, ведь эту игру придумали они. И сегодня, чтобы удержаться на плаву, эти твари готовы пробивать все новое и новое дно. Тогда держитесь. Сегодня гражданская оборона уделит время человеку, имя которого стало нарицательным для всех фейкометных, агрессивных пропагандистских СМИ. И да, он войдет в историю как самый продажный, гнилой и аморальный журналист на планете. Мало мата. Мы занимаемся пропагандой. За деньги. Деньги или честь? Честь. Встречайте, недочеловек, который мнит себя мастером слова и гуру телевизионной журналистики. Дмитрий Киселев. Ручной. Кремлевский. Вот вам боевой... Да-да, это именно он, отец и родоначальник этой вакханалии. Когда слышишь фразу «Киселев ТВ», сразу понимаешь, в каком формате работают ребятки. Так что именнорицательное для всех пропагандистских СМИ, как клеймо их жалкой работы на мирового агрессора. Сидишь на кухне, блюдаешь Америку. Попробуй сделать это по телеку. Сам же Киселев возглавляет весь конгломерат прокремлевских СМИ. Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое было не случайно создано в 2013 году. Стоит отметить, что та самая боброедка Симоньян, звезда всех ТВ-шабашей в РФ... Невероятное, что в конце концов все это закончится. Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным. Подчиняется Киселеву и в этом же 2013 году была назначена главным редактором медиахолдинга. Все эти указы и трансформации были одобрены лично Путлером. И его же указом была ликвидирована радиостанция «Голос России», на месте которой в октябре 2014 года было создано агентство «Спутник», которое также подчиняется Киселеву. Да, безусловно. Чтобы понимать, как распространились щупальцы Киселев ТВ, следует обратить внимание на деятельность Международного информационного агентства «Россия сегодня». Оно объединяет радиовещания, новостные ленты на русском, английском, испанском, арабском, китайском и фарси, информационные порталы на десятках языках, мультимедийные международные пресс-центры, информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Цель – поработить, истощить, закабалить, иначе власть и сохранить. Так что денег в пропаганду было ввухано просто невероятное количество. Ведь это то, на что делал ставку кремлевская моль. Он так увлекся этой повесткой, что по своей тупости и сам был одурманен теми, кому было приказано одурачить весь мир и население России. Я решил использовать этот год с пользой. Итоговые выпуски Киселёва – это чуть ли не единственное, что смотрел сам Вальдемар. Озабоченный турок всё время дрочил свой окурок, пока ранней весной не слюбился с козой без всяких прелюдий, придурок. И выходит, что, собственно, этот ТВ-упырь – Киселёв – и сформировал ощущение у пляшивого шизофреника, что он непобедим. А главное – люди его во всём поддержат. Путин президент мира! Ура! Все те теоретические моменты и темники, которые придумывал Сурков, Мединский и Ижи с ними, были спущены Киселёву. Тот же, в свою очередь, их облёк в подходящую форму и озвучил. Но Зеленский ведёт себя так, словно это кокаин с алкоголем. Стоит отметить, что бредовые мысли и идеи запали не только в души российских пенсионеров, но и в голову главного деда России. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Высказывания Киселёва, начиная с 2014 года, развязали руки и рты другим начинающим пропагандонам. Смрадный, в прямом смысле слова, табор на Майдане, словно символизирует разруху в головах. А зрелище уж точно не самое праздничное. Как бы Санта-Клаус не подумал, что в этом месте его не ждут. Естественно, что такая его риторика по поводу Украины и украинцев очень многих удивила. Ведь Киселёв незадолго до этого и сам работал в Украине и имел множество знакомых. Да, действительно, я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим. Я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Я сам на четверть украинец, девичья фамилия моей матери несмачная, что в переводе с украинского означает «невкусная». И вообще он знатный любитель Европы и США, всегда позиционировал себя как продвинутого с широкими взглядами на жизнь. Но они, похоже, очень быстро сужаются, как только пахнет большими деньгами. Совпадение! Не думаю! Сибарит, любитель роскошной жизни, такой себе барин, а на самом деле просто животное, которое говорит то, что ему выгодно в той или иной ситуации. Нет никаких сомнений, что он в это не верит. Он понимает, что несет полную чушь, а его итоговые выпуски – это такая грязная работенка, которую он должен делать, чтобы оплачивать свою роскошную жизнь. Да, я имею право бесплатного проезда в метро. То есть, если вы планируете считать какие-то деньги мои, то я бы не видел в этом достаточных оснований. Если говорить о «people have it», то он будет хавать постоянно снижение уровня. Еще пошлее, еще галлее, еще любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение, не знаю, морали и правил, «people» будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи. Ну, полно вам, Дмитрий Константинович. Времена вязанных свитеров и разговоров о честной журналистике для вас давно в прошлом. Да, действительно, это так. У меня уже больше миллиона. Сегодня на кону ваша зарплата, которая, как утверждают наши источники, составляет 20 миллионов рублей. Миллиарды за границей. Да, нам хочется жить лучше. Развенчивать мифы о столь царских доходах Киселев не стал. Да и что тут говорить, если даже вопрос о своей пенсии он назвал неприличным? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии? Даже о размере пенсии. Ну, просто джентльмены о деньгах не говорят. Так получается, что про пенсию говорить неприлично. А вот это в самый раз. Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член? Вот и поговорили. Это как поцелуй через презерватив. Но не потому ли так занервничал Киселев, что понимает, его доходы просто неприличные по сравнению с рядовыми жителями России. Так, например, минимальная пенсия в России 10 тысяч рублей. Ее, к слову сказать, получает большинство пенсионеров России. Зарплата высококвалифицированного учителя до 45 тысяч рублей. Врачи получают от 17 до 50 тысяч. Но последняя сумма — это оклады главврачей и активно оперирующих хирургов. Сегодня врать с экранов и отбеливать антинародный кремлевский режим куда более оплачиваемое занятие в РФ, нежели учить детей или лечить больных. О каком движении дальше и быстрее идет речь? Сейчас процесс планомерного перемалывания основных сил украинской армии в Донбассе. Итог предрешен. А где хоромы знаменитой кремлевского пропагандиста? Ну вот хоромы. Благодаря такой деятельности у него и вилла в оккупированном Крыму, и производство вина. Да, кокотебель. Да, это лучшее шампанское в России. Мы, кстати, выиграли даже гран-при на международном конкурсе. В 2019-м главный пропагандист Кремля возглавил Союз виноделов России. Об этом ему объявили на ежегодном собрании Союза виноградарей и виноделов РФ в Крымской Массандре. За хорошим вином всегда стоит любовь к женщине, делу и родной земле. Не стоит забывать, что Дмитрий Киселев ежегодно после оккупации Крыма занимается фестивалем «Коктебель джаз-пати», который оккупанты продолжают преподносить как события международного масштаба. Высказали слова благодарности устроителям этого замечательного праздника. Вот уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира. Президент России посетил нас. Главному пропагандисту Кремля важно, чтобы хоть Крым был для него доступен. Поэтому не стоит сомневаться, что Дмитрий Константинович будет все так же усердно работать в угоду российской верхушке и убийственно влиять на сознание не только россиян, но и жителей полуострова. Я не собираюсь отказываться от американской жвачки, от английских автомобилей, итальянского мотоцикла «Дукати», на котором я езжу, и также от «Джаза». Так что пока не до отдыха. Тем более, что розовые люксовые шортики за 268 долларов были так удачно выгулены в Дубае. Только не говорите Кадырову, какую цветовую гамму выбирает Киселев, а то это будет его последняя поездка в Чечню. Но злоупотреблять нельзя. Все это понимают. Я понимаю, что у вас есть выдающийся глава республики. Тут он присмыкается по полной. Здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую. Видел вас на фотографии. Как дела? Спасибо. Ну, вы с дальней дороги? Да, привет. Ярчайшее впечатление. Вчера в Гудермесе... Постреляли? Постреляли, но у меня большое впечатление произвели инструктора. Высказывает максимальное уважение, как может поддерживает убийц и вдохновляет их на новые подвиги. Особенно яркое впечатление на гостя произвел российский университет спецназа. То есть перед отправкой на Украину они получают... У них уже есть там свой позывной. Вот он написан на операции, на лацкане. Вот. Они уже все знакомятся друг с другом. То есть это такая уже боевая коллективная единица. А еще сожалеет, что таких прекрасных патриотических программ, как на чеченском ТВ, нет даже у него. Была такая программа, где выступают добровольцы. Был один из добровольцев из Петербурга и рассказывал, что у него полугодовой ребенок, но вот он, тем не менее, отправляется его защищать там. Я попросил эту программу, потому что мы таких не делаем, к сожалению. И я покажу в программе вести неделю фрагмент вашей передачи. Страна выживших из ума маразматиков. Мы победим. Однозначно. Ну, мы победим совершенно железно. Потому что за нами правда, а в правде сила. Они врут и не краснеют. Промывать мозг для них это ежедневная работа, за которую они получают миллионы. В то время, как сотни тысяч людей в России реально живут в нищете и еле сводят концы с концами. Но им-то на это глубоко наплевать. В своих выпусках они опять будут рассказывать о мифических нациках и бандеровцах. Показывать, как награждают расистов без ног и обещать им квартиры и соцвыплаты. В реабилитационно-образовательном центре на базе военного госпиталя имени Вишневского в Москве участникам спецоперации на Украине вручили государственные награды. 70 военнослужащих получили документы на новое жилье. Также военным, получившим ранения на Украине, вручили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Но этого всего не будет. И Киселев, и вся эта шайка-лейка прекрасно это понимают. И выглядит дом, в котором российские солдаты получают квартиры примерно вот так. Но им плевать. Единственное, о чем они сейчас думают, как сохранить свои накопления и после суметь выкрутиться. Точно так же, как Соловьев чает надежду, что когда-то это все закончится и он сможет отбыть на озеро Кома. Так же и Киселев грезит Амстердамом и поездками по загнивающей Европе. Да, Амстердам. Действительно, я был там менее суток, поехал в Германию, и дети, мы с тремя детьми из четырех поехали туда, и 13-летний Федя сказал, я говорю, ну куда хочешь в один день? Говорит, ну вот в Амстердам. Мы там смотались на машине туда-обратно. Да еще в Россию надо посмотреть. Мне стыдно здесь за, честно говоря, вот если вы же совсем, что за европейскую цивилизацию, которая деградировала настолько, что стала применять санкции персонально против журналистов. ничтожество с бесконечным количеством комплексов, которые допустили до одного из главных микрофонов в стране. И он кайфует от того, что промывает людям мозг. И он создал целую армию похожих на себя, каждый из которых делает это за деньги и славу. Пусть и больше похожую на славу серийного маньяка. Когда речь идет о России, о судьбе России, безопасности России, мы все становимся русскими. Второй раз наши русские, русские, которые состоят из всех национальностей нашей страны, освобождают от нацизма. И освободят. Доподлинно известно, что никто никого не насиловал. Во всяком случае, по-прежнему, ни одного имени, ни одной фамилии, ни места действия, ни времени изнасилования, ни один человек, обвиняющий российских солдат в этом, до сих пор не назвал. Выглядит подозрительно. И давайте все вместе. Не телевидение, а какой-то лепрозорий. Сплошь от ним мерзавцы, извращенцы и моральные уроды. Да, к сожалению, это так. Их хозяева это хорошо понимают и постоянно мотивируют. Он ебаный, Владимир Путин, чтобы вы поняли. Поэтому с голубых экранов 24 часа в сутки формируется лживая виртуальная реальность, за которой миллиарды кровавых рублей и миллионы загубленных жизней. Но что же тут происходит? Неужели этого нельзя было избежать? Знаете, для меня это еще и личная драма. Ольга, сливной бочок. Я вообще не согласна. Я хочу не просто вспомнить имена. Я хочу своим друзьям глаза взглянуть. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!